Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодняшняя тема урока – закономерности формирования и распространения форм рельефа. Данная цель обучения и следует закономерности формирования и распространения форм рельефа рассматривать в 8 классе 1 четверти. На уроке учащийся сформирует знания о закономерностях размещения крупных форм рельефа Земли по материкам и океанам и определяет закономерность формирования и распространения форм рельефа. Если обратите внимание на данные цели, по 7, 8, 9 классах наблюдается спиральность целей. Например, в 7 классе учащийся определяет строение и вещественный состав литосферы, то в 8 классе они исследуют закономерности формирования и распространения форм рельефа, а в 9 классе с дополнительным охватом местного компонента определяет геологические истории и титанические строения Казахстана. Класс делится на группы. В начале урока проводится фронтальная беседа по материалам темы, затем ролевые группы создают по 3 задания для перекрестного проза «Ты мне, я тебе». За каждый правильный ответ группа получает 1 балл. Спросите учащихся, о чем вы думаете, когда смотрите на эти картинки, и придумайте общую тему на эти картинок. Используя эти картинки, здесь можно определить сегодняшнюю тему. Сегодняшняя тема у нас – закономерности формирования и распространения форм рельефа. В каждой группе предлагается один вопрос. Какие основные формы рельефа вы знаете? Какой бывает поверхность равнин? Назовите наибольшие формы рельефа Земли. Каким тектоническим структурам в рельефе отвечают горы? Как различаются горы по высоте? В ходе опроса дают возможность выяснить степень знаний, учащихся до настоящего времени. Здесь учащихся определяет форму рельефа Земли. Они делятся на два вида. Это материковые и океанические. Материки делятся на два вида. В форме рельефа – это равнины и горы. А океанические формы рельефа – это жилы, островные дуги, котловины и середина океанических хребтов. Определяют здесь основные формы рельефа дна мирового океана. Это шельф, материковый склон, лужи океана, островная дуга, океанические жилы, середина океанических хребет и рифтовую зону. Пятое задание. Классификация форм рельефа. Учащихся определяет, что в зависимости от высоты формы рельефа делятся на два вида. Это равнины и горы. Виды равнины по высоте – это незменность, возвышенность, плоскогорье, незменность по высоте над уровнем моря до 200 метров, возвышенность 200-500 метров, плоскогорье свыше 500 метров. А горы бывают низкие и средние, высокие горы, низкие горы до 1000 метров по высоте, средние горы 2000 метров, высокие свыше 2000 метров. Шестое задание. О чем вы думаете, когда смотрите на эти картинки? Что повлияло на формирование разрушений гор? Учащихся здесь определяют причины разрушения горы. Вы можете взять в качестве примера горы Сараха и можно здесь использовать геохронологическую таблицу. Задавайте вопросы и учащимся, какие факторы влияют на формирование формы рельефа. Рельеф именяется под действием следующих факторов – это экзогенные внешние факторы и эндогенные внутренние факторы. Определяя рельеф образующие факторы, дайте задание «Заполни таблицу» и в результате внутренних и внешних факторов какие формы рельефа образуются. Учащихся здесь заполняют таблицу и дают свои ответы. И вы можете дополнительно объяснять, что факторы рельефа образования – это внутренние и внешние факторы. Внутренние факторы в результате происходит землетрясение, извержение вуканов, движение земной коры, движение литосферных плед. И они создают крупные формы рельефа. Внешние процессы – это вода, ветер, человек. В результате этих факторов формируются формы рельефа, как овраги, барханы, дюны, карьеры и насыпи. И они тоже создают мелкие формы рельефа и выравнивают территорию. Здесь можно увидеть внешние процессы. Внешние процессы – это экзогенные процессы. В результате еловых процессов происходит вот такие формы рельефа. Эндогенные процессы – это неотектонические или новейшие процессы, которые могут проявляться в горах и на равнинах. Учащихся с помощью тектонических карт и определяют здесь виды литосферных плед. И в каких участках земной поверхности движение земной коры наиболее активной они определяют. И можно здесь увидеть направление сдвига. Здесь они должны использовать и физическую карту. Определяют три типа перемещений плит. Это первое – расхождение дивергенция рифтинг и спрейтинг. Второе – схождение конвергенция субдукции коллизия. Третье – сдвиговые перемещения по геологическим разломам. И в результате перемещения этих плит можно определить, какие формы рельефа образуются. Это уже второе задание. Здесь определяют основные виды движений литосферных плит. И приводят примеры, используя физическую карту. И можно использовать тектонические карты мира. Проводят примеры, например, как столкновение литосферных плит. Наска и южноамериканские плиты. В результате образуются жилопи Ручили и японские жилопи. И в результате материковых литосферных плит столкновения происходят горные хребты, как Гималай и Тибетские Нагоре. Третье задание – работа с картой. Они описывают концепцию тектонических плит. Используя физическую и тектоническую карту, покажут их на карте и нанести на контурную карту. Четвертое задание. Здесь они определяют сейсмические опасные зоны. Сейсмические зоны – здесь границы тихиокенических плит. Чтобы анализировать свои знания, учащихся отвечают на вопросы, какие силы влияют на формирование рельефа, чем отличаются горы и равнины, какие процессы вызывают формирование горных стран, какие формы рельефа океанического дна, вызванные перемещением литосферных плит. Отвечая на эти вопросы, они и вы можете анализировать знания учащихся. Рефлексия. Я смог сделать сегодня. Мне было трудно. Было интересно. Я теперь смогу сделать. Здесь работа работает индивидуально. Идет обсуждение. И что непонятно, объясняем. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.